Женщина, она создает пространство, уют, она хозяйка жизни, да? А почему, как ты думаешь? Я вас уверяю, вы от детей получите удивительные ответы, которых сами не ожидали. Насколько глубоко в первом абзаце дано миропонимание того, как устроено взаимодействие природой человека? Потому что мир триедин, поэтому начинаем путешествие в мир этой удивительной сказки. Здравствуйте, люди добрые! Меня зовут Алексей Дюйзов, Герамир. Привет! Сегодня я приехал в сказочный лес в Бабе-Деге и Кату-Бы-Ину. Оказывается, они настоящие. И после своего первого путешествия сюда, моя жена купила вот такую книгу. Русь сказочная. И первая сказка, которую я здесь прочитал, была сказка «Поди туда, не зная куда, принеси то, не зная кто». И в этой сказке я увидел в себя, будто бы я это, Андрей Стрелец, который идёт туда, не зная куда, ищет то, не зная что. И сегодня мы вместе с Котом Баюном будем расшифровывать эту узконародную сказку. Потому что наши предки знали очень много. И всё это они сохранили с помощью наших сказок, которые мы до сих пор можем читать и переносить вот этот образ, идею и сказки в свою реальную жизнь. Володя, правильно я всё рассказал? Да, да, здравия, здрав будь, Ярамир Стрелец, удалой молодец. Добро пожаловать, Тридевятое царство, к нам с бабушкой Гой в наше светлое государство. Вон там, да. Да, избушка на курьих ножках, всё как полагается. Хочу сразу предупредить, люди добрые, что толкований может быть много. И у каждого из вас будет своё понимание и своё толкование. Потому что сколько людей, столько мнений, и очень важно найти именно ещё свой оттенок такого единого смысла, заложенный в этом великом сокровище, которое называется «Русская народная сказка». Да и вообще сказка любого народа мира. Сказка ложда в ней намёк, добру молодцу урок. Сказка, она вводит нас в мир, в реальный мир, показывая, что через испытания мы, и через преодоление мы достигаем определённого результата. Русские народные сказки толкуют учёные, толкуют психологи. Каждый находит в своей, так скажем, специализации то назначение, которое дарит эта сказка. И я буду толковать как представитель волшебного мира, так как в первую очередь русская сказка и конкретно данная вводит нас в единый мир Тридевятого Царства. Потому что мир три-един. Это изначальное понятие, заложенное в любом народе и в любом эпосе народа. Потому что существует небо, существует земля, и существует человек, мир людей, который соединяет небо и землю. Как писал Гаврила Романович Державин, То есть человек является промежуточным звеном между горним миром, миром неба и дольним миром. И поэтому он в своём пути должен соединить не только выполнение своей задачи как человека, как человеческого вида, часть вида биологической, так скажем, Вселенной нашей планеты. Он ещё должен и выполнить задачу свою духовную, свой дух. А слово дух, оно единое словом дыхания, то есть он должен дышать в ритме вот этой единой многомерной вселенной. И первое, что нам бросается в глаза, что три единства. То есть медное, серебряное, золотое царство. Всегда у нас идёт три испытания. Баба Ига у нас стоит на границах царства. На самом деле их три Бабы Иги, три сестры. Они охраняют все границы между царствами и государствами. И очень важно ещё здесь понимание, что по сути же это ещё и форма содержания идея. То есть мы всё видим, это явный наш мир, это форма. Но есть то, что придаёт этим формам движение, это жизнь. Вот я бы сказал, что жизнь как сила, которая входит в камень и даёт ему миллионы лет жизни, которая входит в мох и даёт ему сотни лет жизни, которая входит в человека и даёт ему столько лет, сколько даёт. То есть вот жизнь, как живо её называли наши предки, как вот эта сила, разлитая во Вселенной, это удивительное чудо. И её невозможно полностью просчитать. Её нужно ещё и уметь чувствовать. То есть есть вещи в мире, которые нужно не только осознавать, но нужно ещё уметь прочувствовать. И вот эта неуловимая, на первый взгляд, сила жизни, сила любви, сила света, она как раз исходит вот из серебряного, царства предков. А царство предков – хранитель опыта. Потому что предки – это не только те, кто наши родители, кто дали нам жизнь, родители наших родителей, то есть наши деды и бабки. Это всё, что предшествовало нам. Миром людей предшествовал мир животных, миру животных предшествовал мир растений, миру растений, мир планет, миру планет, миру звёзд, мирам звёзд, мирой Вселенной и так далее. И всё это – наши предки. Это огромный опыт, с которым нас разделяет огненная река. И эта огненная река или река Смородинка, она как раз переход из одного мира в другой мир. Но они едины. Мы находимся друг с другом в состоянии зеркала. И для вот этой сказки очень важно это понимание. Дело в том, что когда человек рождается по народной традиции, по этнической традиции, считалось так – он умирает в том мире и приходит в этот мир. Здесь все смеются, а там все плачут. А когда он уходит в тот мир, то здесь все плачут, хотя в этом толку и смысла нету. А там все смеются. Он вернулся к своим предкам. Он сел за один стол, вновь с ними пирует, вновь с ними общается. То есть мир волшебства находится рядом. И он такой зеркальный. Поэтому одно из его названий – «Нафь» – «Мир на выворот». То есть это зеркало, которое позволяет нам лучше понимать вообще строение мироздания всего. И это очень просто. Это все как на пальцах. Это мир наших снов. Они тоже показывают, и обратим внимание, то, что во сне обычно, то, что приснилось, оно будет всегда наоборот. Там все идет, ну, как бы вот на выворот. Если приснилось, то плачешь, смеяться будешь. Если смеешься, то плакать будешь. Ну, то есть там вот очень такая вот тонкая, интересная-интересная грань. И наш народ, он сохранил вот эти знания об этом мире. Полностью их, конечно же, хранили Волхвы, Скаморохи. Сейчас в полной мере их сохраняют сказки, песни, народные традиции, обычаи. Они как раз все корнями вот в той земле, которая называется наша родная культура. Поэтому начинаем путешествие в мир этой удивительной сказки. Это была присказка. Да, это была присказка. Это была присказка на 10 минут. Теперь сказка начинается. Так, сказка. «Пойди туда, не знай туда, принеси то, не знаешь что». В редакции Натальи Мороз. В некотором царстве, в некотором государстве жил-был царь, знатный да богатый. Вот только неженатый был царь. И служил у него стрелец Андрей. Пошел раз Андрей на охоту. Целый день по лесу бродил, так никого и не подстрелил. Уже и солнышко к закату клонится. Понурился стрелец, да обратно побрел. Видит, сидит на дереве горлица. Дай-ка думает, хоть эту подстрелю. Хоть и мала, а все-таки дичь. Выстрелил он в горлицу и ранил ее. Упала птица на землю. Поднял ее Андрей. Хотел уже в сумку положить. Как вдруг молвит горлица в человечьем голос. Не губи меня, Андрей-стрелец. Возьми меня живую, принеси домой, да посади на окошко. А как найдет на меня дремота или дремота, как правильно. Не бойся и бей меня правой рукой наотмашь. Скажи, дрема не ошибешься. И бей меня правой рукой наотмашь. Вот так. Тогда и счастье твое будет. Это что такое? Ну, во-первых, люди добрые, мы уже понимаем с первых слов сказки, что не все в порядке что-то у царя. Он почему-то так долго не женат. Значит, у нас сразу закрадывается некое подозрение в том, что здесь развернется сейчас, какая-то драма развернется. Что-то здесь вот уже зарыт какой-то смысл. И ему антитезой выступает, конечно же, наш главный герой, который встречается с горлицей. Я хочу сказать, что берегини, ну, я же кот Баюнов, понимаете, это как раз хранительницы нашего мира, его разных составляющих. И есть берегини, хранящие леса, есть берегини, хранящие поля, берегини, хранящие реки. То есть они оберегают. Слово берег – это однокоренное. Берег охраняет ход реки жизни. А мы как раз с вами говорим об этой волшебной силе жизни. Вот берегини, она все сберегает. Поэтому даже травник, когда срывал растения, он просил прощения у матушки земли и просил, чтобы сила жизни растения перешла в общую силу жизни и подарила ему то, для здоровья, что ему необходимо. Вот такие были отношения с простой травинкой-былинкой. А я уже не говорю об отношениях со всем миром. Горлица – это также воплощенная птица берегини, потому что каждая птица, она связана с определенным явлением мира прави, то есть мира идеи. Мы говорили о триединном нашем мире. У нас есть медное царство, серебряное, золотое царство – это мир солнца. То есть это мир богов, мир сварги, мир идеи. То есть тот мир, который держит в равновесии все наши миры, то есть и жизнь нашу, и процессы, идущие у нас в этой жизни. Поэтому, например, горлица всегда олицетворялась как посланница берегини. Горлица, она всегда ассоциировалась с верностью, с красотой. И, конечно, известно, что горлица приносит счастье. Лично у меня дома живет горлица. Она ко мне прилетела чудесным образом, она принесла мне счастье. Она действительно далась мне сама в руки. Ну, горлицы спокойно живут дома, они себя очень хорошо чувствуют. Она узнает меня буквально там за большое-большое расстояние, начинает горкать. То есть горлица, она хранительница лада, то есть она посланница лады, она посланница берегини. И там, где горлица, никогда не будет пожара. Пожара, причем не только в смысле каком-то физическом, даже в смысле скандала не будет. Она все налаживает. То есть наш главный герой встречается с воплощенной берегиней. А почему же она говорит, ударь меня? Потому что спать не надо. То есть ей нельзя уснуть, то есть ей нельзя впасть в какое-то сонное состояние, чтобы осуществить свое оборотничество. Потому что понятно, что она оборотень. То есть она, ну, вскоре, мы это поймем, она, естественно, обернется. И здесь вообще вот это не спать, не спать, это везде лейтмотив русской народной сказки. То есть сознание человека должно бодрствовать. Потому что когда оно уснуло, когда душа не работает, она уснула, в движение жизни наступает застой. Где застой, там развиваются уже другие животные миры. То есть появляются, что называется, болезнетворные бактерии. То есть такие мысли, которые человеку мешают в жизни. Обиды, страхи. А вот он мне сказал, а вот он мне не сделал. И вместо того, чтобы переключиться на свой внутренний свет и считать, что я ответственный за весь мир, человек начинает искать проблемы вовне. Насколько глубоко в первом абзаце дано миропонимание того, как устроено взаимодействие природы человека. Да, да, продолжаем. Подивился Андрей Стрелец. Птица о человечьем голосе говорит. Принес он горлицу домой, посадил на окошко, а сам смотрит, что-то будет. Недолго ждать пришлось. Вот осунула горлица голову под крылышко и задремала. Андрей вспомнил ее наказ, да как и ударил ее правой рукой на отмашь. Упала горлица на землю. Смотрит Андрей, что за диво. Вместо птицы стоит перед ним девица. Мария Царевна. Да такая красавица, ни в сказке сказать, ни пером описать. Потупила на очи, да и говорит. Ну что, Андрей, сумел ты меня взять, сумей теперь и удержать. Собирай народ, да неспешным перком, и за свадебку. Буду тебе женой, и на радость, да на загляденье. Можешь как-то прокомментировать этот момент? Почему Мария Царевна? Именно Мария Царевна часто встречается в руссконародных сказках. Именно это. Ну это уже более позднее, естественно. Мы даже можем фантазировать, какое она имела в начале имя. Мы обратили внимание, что это уже сказка в переработке. Поэтому, конечно, Иван да Мария – это более позднее, потому что это имена, которые к нам пришли. Но мы в ней видим все равно определенный корень. Мар, Мара – это, ну, по сути, вообще богиня, конечно, смерти. Но я бы не стал сейчас Марию Царевну ассоциировать с этой богиней. Все-таки я бы настаивал на том, что она воплощение Берегиния и мира жизни, просто она из этого волшебного мира, то есть потустороннего мира. Поэтому вот это то, что встречается, Мария Моревна иногда, Мария Моревна, Моря – это тоже все связано, корень-то единый, потому что это тот неизведанный человеку мир, о котором мы можем только догадываться. То есть мир его снов, мир ушедших предков, да, потусторонний мир. Но это мир волшебный, мир ирийский, где тоже продолжается жизнь. Поэтому вот в этом особенности ее имени сразу мы вспоминаем купальский цветок Иванда Марио, да, сразу все легенды связаны с Иванда Марио. Вот это, то есть, купала и купава, то есть это на самом деле изначально это единство мужского и женского начала. Поэтому, в общем-то, это купальская сказка. Купала – это время волшебства, когда все три царства соединяются воедино. И соединяется мужское начало – огонь и женское начало – вода. Вода закипает и вбирает в себя силу жара и отдает это силу жизни. Это закон жизни. Мы познаем законы жизни в сказках. И поэтому вся дальше соль сказки в том, как он ее умеет удержать. Потому что женщину мало полюбить, да. С женщиной ведь надо прожить, ладно, всю жизнь. А вот это самое-самое важное. Это вот слово, даже имя Велеса, да, связано с владением. Он, как бы сейчас сказали, бог управления. Потому что ведай, воюй, владей. Мы изведали, мы завоевали, а дальше наступает самая тяжелая фаза, потому что самый тяжелый период – удержание власти, удержание состояния. И это требует времени и сил. И об этом сразу она говорит. То есть мы уже мысленно настраиваемся, что главного героя стопудово ждут испытания. Потому что так не бывает, что ты обрел такую красивую жену, и тебе никто не позавидует. Тем более мы помним, что там вначале какой-то царь какой-то вот неженатый. Поэтому надо готовиться к владению. И, что удивительно, не стали они жить, заприглядывать, друг за другом. Сразу свадьба. Сейчас ведь люди живут гражданским браком, есть какое-то там сомнение. Не, ну, в традиции не было гражданских браков. Там самое главное это было, на самом деле, благословение родителей, об этом все знали, и помощь предков. Ну, это особо большая тема. Ну, как без свадьбы? То есть это сразу говорит о том, что эта женщина в обычае. Ну, тем более, она обычная, она воплощенная берегиня, с потусторонним миром связана. Идем дальше. На том они и поладили. Женился Андрей Стрелец на Марье Царевне. Ладно живут они, весело. Только и службы Андрей не забывает. Каждое утро ни свет ни заря идет в лес, настреляет дичи и несет на царскую кухню. Вот как-то Марья Царевна говорит ему, что у Андрея есть жизнь семейная, где все ладно и весело, есть его дело, его служба в государству, где он себя проявляет. И вот как-то Марья Царевна говорит ему, бедно ты живешь, Андрей, дай чай не царь и не боярин, а ты добудь-ка рублей сотню, купи на эти деньги разного шелку, а я ткать начну, а вось и разбогатеем потихоньку. Послушался Андрей, пошел к товарищам, занял у кого рубль, у кого два, накупил разного шелку и принес жене. Взяла Марья Царевна шелк и говорит, ложись-ка спать, утро вечера мудренее. Ну, во-первых, мы видим, не имея, как говорится, сто рублей, а имея сто друзей, да, всегда ценилась именно взаимовыручка, народ жил общиной, сообща строили новый дом, сообща всегда помогали, расставсичества не было никогда у нашего народа. Я напомню, чтобы, ну, так вот. Расставсичество для молодежи, потому что, мне кажется, ну, да, это, ребята, это вот, когда деньги дают, а потом за это берут процент. Это против жизни. То есть, это против жизни, например, по комплексу кодексу Бусидо у самураев за расставсичество, то есть, дание денег под процент предполагалось смертная казнь. Да, да, потому что нельзя получить деньги за то, что ты ничего не делал. Это противоречит. И получается, что здесь мы сразу видим взаимосвязь с Мокошью. Мокош, это богиня судьбы, вечная пряха. Ма, Коша, мать Коши. Коша, это оболочка, это то, что сохраняет самую большую драгоценность жизни, опыт. Но Кошу нужно соткать. Поэтому она вечная пряха, она из небесной кудельки, ткет нить судьбы, из которой разворачивается полотно жизни. И здесь мы видим взаимосвязь уже его жены с Мокошью. А Мокош, покровительница богатства. Поэтому ее день пятый, пятница. А в ее календаре пяточки. То есть каждый пятый день все знают, эта женщина могут совершать покупки на ярмарке. Потому что она покровительница торговли. Это тоже целое-целое искусство. Это очень важно для женщины пойти на базар и, понимаете, получить радость от приобретения хороших вещей. А муж радуется. Вот это тоже такая народная мистерия. и, кстати говоря, муж всегда старался украсить жену. Потому что считалось, что чем она привлекательнее, тем больше силы на нее внимания предков, тем у нее крестовее дети. Поэтому не жалели на украшение. Украшений у наших женщин было много. Но не об этом наша передача. Как-нибудь мы посвятим. Что удивительно, то есть одному Андрею, когда он жил один, ему ничего не нужно было. Была его охота, был, наверное, у него там домик какой-то. Но как только появляется жена, начинает приходить как раз не то, что ему было не нужно. Да, то есть он жил так, как жил. Он мужское начало, сила. Но вот эту силу надо облагородить. И вот оно в мире род, родина. Мужское начало, женское начало, небо, земля. То есть все состоит вот из этих двух гармоничных половинок. И сила, она должна обязательно обрести качественность. и вот это дает благоустройство жизни женщина. То есть женщина, она создает пространство уют, она хозяйка жизни, да, и она еще ко всему прочему женщина, она связана с тем миром, нас ребенка, кто из того мира приносит в этот мир? Женщина. С помощью мужчины, естественно. Опять все взаимодействует. но она в себе воплощает вот эти два начала, и явные, и сокрытые. Поэтому мужчина, как ключ открывает вот эти скрытые силы, должен уметь удержать. Естественно, что она как связанная с Мокошью, она еще и дарит ему богатство. То есть здесь очень большой великий смысл в ее ткачестве. По сути делает ее служба богини Мокоши. И она знает, что делает, потому что любая женщина на Руси знала, что все, в чем ходит ее родня, ее муж, ее дети, все прошло через ее руки. Она соткала все своими руками. Она намолила это полотно. Представляете, какая сила оберега? Конечно, судьба тогда другая. И мы это видим по сказке. Насколько я только первую страницу прочитал, а насколько глубоко засифровано вот это послание от наших предков в простой сказке. Читайте детям сказку. Русские народные. Да, и не просто читайте, а вот размышляйте. Естественно, не надо детей погружать в эзотерику тайной доктрины, да, и рассказывать про глобусы, про миры Сириуса, нет. Все нужно показывать на пальцах очень ясно и просто. То есть для детей конкретно. Да, то есть нет, совершенно, то есть вот здесь же все понятно, что понятно для ребенка это нету ничего в этом странного, что она из волшебного мира пришла, она пришла его подарить, но и испытать, то есть и мы сразу вот, а почему, как ты думаешь, я вас уверяю, вы от детей получите удивительные ответы, которых сами не ожидали, потому что мы в свое время в одном выступали в замечательном детском доме и там мы пели песню про девку семилетку, это как раз тоже такая вот история очень важная и история прохождения испытания семилетнего ребенка и там отвечает девочка на загадки, одна загадка от чего, что растет без корня, по песне это камень, он растет без корня, а дети сказали сосулька, но они были абсолютно правы, она тоже растет, она без корня, они иногда такие выдают удивительные вещи, потому что мы с вами вот это вот так все собираем, то есть сказку нужно и читать, и размышлять, и рисовать, потому что это живое развитие. продолжаем. Вот Андрей спать завалился, а Мария царевна села ткать. Всю ночь скала выткала ковер, какого в целом свете не видывали, все царство на нем как на ладони, города до деревни, леса до пашни, птицы в небесах до зверей в лесах, рыбы в реках и озерах, а кругом солнце и луна покаживают, да сверху вниз поглядывают. То, о чем ты говоришь. То есть, во-первых, мы видим, что у нее такая 3D-анимация, да, то есть не просто тебе такой вот ковер, а он волшебный. Вот, она сыткала мир, как кетового богини Мокош. А почему она сделала это за один раз? Это так называемое обыденное полотно, которое ткалось об один день. Это есть такой праздник Макриды Мокоши, 29 октября. И еще в 20 веке в Средине в некоторых губерниях сохранялась эта традиция, когда женщины выходили и все вместе, десятками, прям все вместе, ткали обыденное полотно об один день. То есть, это полотно нужно выткать вот за раз. Тогда оно посвящается богине Мокоши и можно что-то просить. То есть, это обрядовая вещь. Если это сделать в октябре, то есть, например, женщина в этот день берет и, ну скажем, свяжет шарф от начала до конца, он уже будет обыденным, он будет волшебным. То есть, с помощью вот этого действия можно улучшить свою долю. так что здесь еще рецепты даны. Да. И потом произойдет как раз. На утро Марья Царевна отдает ковер мужу и говорит, понеси на гостиный двор, продай купцам. Только смотри, своей цены не говори. Что дадут, то и бери. Пожалуйста, Кот Баюн, расскажите, почему она не назначает цену за свой ковер, а вот так ведь могут и обмануть и вообще задешево купить. Конечно, не покупают его задешево, там потом спор разгорается. Дело в том, что, ну в этом есть определенный смысл, что здесь он не предлагает, так сказать, фиксированную цену, то есть он не выступает, вот просто идет на рынок, да, и живет, ну, действует по закону рынка. Он здесь действует по закону дара, то есть он приносит дар в этот мир, а ему возвращают тоже сколько могут и нельзя это обговаривать. Такой принцип существует и существовал у всех, например, волхвов, то есть принцип веры. То есть ты жертвуешь, то есть отдаешь что-то, что только считаешь нужным. То есть тебе дают бесценный дар, здоровье, улучшение твоей жизни, ну, вот, а ты за это возвращаешь даром сколько считаешь нужным. Потому что кто-то, может быть, может дать просто баночку варенья, а кто-то, может быть, может больше дать, мы не знаем. то есть вот это правильный закон взаимоотношения, потому что здесь, во-первых, тот, кто дарит, вот он, так как это не он же создал, он это дарит, как бы он передает этот дар, он его проявляет в этот мир, и тот, тот берет, он своей ценой определяет тоже свою судьбу, потому что насколько вот ему вот не жалко. Ну, это вот как один вот из смыслов, он сохранился на сегодняшний день, вот у музыкантов это принцип шляпы, то есть они выступают на улице, как скоморохи, они же никогда не говорят, там с вас 352 рубля 490 копеек, то есть они никогда не говорят, да, то есть вот каждый кто как может, и в этой шляпе, ну вот не видно, но это вот такой вот тоже старый принцип. Андрей взял ковер, повесил на руку и пошел по гостиным рядам, подбегает к нему один купец. Обратите внимание, повесил на руку, то есть он невесомый, он невесомый этот ковер, ну как можно ковер на руку повесить, причем такой огромный, его на тележке надо везти, по идее, значит он соткан из чего-то волшебного, это сразу понятно. Кстати, вот он этот ковер, я потом покрупнее сниму, то есть он настолько большой, ну да, как вот он на руке, вот на полу стоят бояре, смотрят на него и здесь, я так понимаю, второй этаж дворца и тут держат его, значит, бояре, вот они смотрят на весь этот ковер, то есть его одной рукой, в принципе, нереально нести, если только человек десять, наверное, его бы. Ну да, поэтому волшебный. Волшебный ковер. Послушай, почтенный, сколько за ковер спрашиваешь? А ты торговый человек, тебе и цену называть. Думал купец, думал и не может решить, сколько тот ковер стоит. Другой подскосил, за ним еще. Собралась торгашей толпа великая. Все на ковер смотрят, дивуются, только оценить не могут. А ту пору царский советник мимо рядов прыжал. А вот про царского советника это уже все. Там отдельно начинается история. Царский советник как раз смог по своим каким-то корыстным целям оценить ковер. А купцы не смогли. То есть целая толпа великая собралась купцов, все смотрят на ковер, диву даются, оценить не могут. Почему такое? То есть как это так получается, что никто не может назвать цены. Что это за какое-то волшебство? Ну здесь волшебство очень простое, что ковер в общем-то должен был попасть туда, куда он должен был попасть. Это драматургия. То есть он попадает в итоге же к царю в итоге. Поэтому здесь вот так вот все и произошло. Он же заколдован, он не простой ковер. Но я тут вспомнил такую вещь, что действительно еще вот это назначение цены и распределение блага это действительно очень непростая вещь. То есть вот как вот это правильно и сделать справедливо, вот этим как раз ведали наши предки. и это тоже очень очень важно, что вот с помощью сказки, но это как бы я даже вот даже может быть не к этой сказке сразу показать, что важно в жизни трудиться, важно созидать, важно что-то производить, то есть важно именно научаться. Но здесь мы конкретно учимся преодолению определенных испытаний, то есть как правильно себя вести в каких-то ситуациях. и вот это обучение, обучающая роль сказки, она велика, она очень важна. Я всегда детишкам, которые к нам приезжают, говорю, вот во всех сказках сказано, во всех сказках народов мира, если ты хочешь жить хорошо, обязательно научись трем ремеслам, никогда не будешь голодным, надо в этой жизни обязательно что-то уметь делать. На этом мы пока что остановимся, это была первая часть, она очень глубокая, я рекомендую вам ее пересмотреть несколько раз, особенно прииспуску, мы продолжим наше повествование, далее события будут разворачиваться очень стремительно, Андрей пройдет вот эти три царства, встретится с Бабой Югой, и значит добудет свое счастье, ну свой статус, можно так сказать, из простого Андрея Стрица станет ну не надо все, а то вдруг не будем, все впереди. Подписывайтесь на канал сказок от Абуйна, ты про колокольчик. Да, обязательно звоните мне в колокольчик, чтобы получать уведомления, пишите, пишите, вот уже пишут, и мы готовим тоже ответы на ваши вопросы, но вот очень много было именно просьб рассказать о смысле сказок, еще раз повторяю, это одно из толкований, у вас будет ваше толкование, чем вы более будете погружаться в нашу народную традицию, тем более глубокое у вас будет толкование, потому что пойди туда не знаю куда, это значит показывает расширение области нашего знания, есть то, что мы не знаем, мы должны увеличивать объем нашего опыта, поэтому очень рад вам, дорогие родичи, всех знаков, друзья мои, напишите тоже, интересен ли вам такой формат, потому что в сказах кота боюна появился новый герой Яромир, человек, которому все интересно и который любит задавать вопросы, мне еще мой папа в детстве говорил, что не знал, куда от меня одеться, потому что я ходил за ним и все время задавал вопросы это почему, а это как, возможно вот оно и выросло в том, что я сейчас сижу перед котом боюном и читаю сказку спрашиваю что это значит напишите интересно ли вам было в таком формате получать расшифровки сказок и конечно рассказывайте всем в своих социальных сетях о нашем видео совместном а мы будем стараться делать передачи еще интереснее и полезнее для вас благодарю за просмотр за просмотр